Непогода и коронавирус стали причинами того, что жители Красного с трудом могут проехать в город и обратно. С жалобами они обратились к главе региона, который поручил профильному департаменту усилить контроль за состоянием дороги. Единственная в регионе автомобильная дорога почти круглогодичного пользования между столицей округа и посёлком Красное в любое время года вызывает нарекания со стороны автомобилистов. Зимой в период метелей жалобы на качество уборки снега поступают регулярно. Очередной коллапс возник на прошлой неделе. У нас есть чат общий, там со всеми заинтересованные представители ГИБДД составили акт о том, что действительно была большая колейность, в которую приехать невозможно было. И в воскресенье, так сказать, совместными усилиями мы дорогу прочистили. На протяжении нескольких лет подрядчиком по содержанию дороги является Наренмар Доримстрой. В этот раз проблемы возникли из-за того, что водители спецтехники, которые обслуживают дорогу, заболели коронавирусом. Те вот важные, которые именно для зимой уборки, это вся шнека, скажем, 700, 18 человек у нас находятся на самоизоляции с коронавирусом. Ну вот у нас, грубо говоря, сейчас 4 человека уже выздоровели, слава богу. Поэтому в завтрашние дни у нас шнек выходит, будет уже поинтересно, 500 шнек, ещё один бульдозер и грязи есть ещё. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя окружного департамента строительства Павел Масяков, централизованный стройзаказчик готовит для передачи в аренду технику, которая поможет подрядчику улучшить качество содержания дороги. Но готовит СССР предоставить в аренду ещё новый К-700, который был приобретён. То есть это с большим отвалом, с шнекороном, который, в принципе, может спокойно заменить нескольких КДМ-ок даже. В ходе еженедельного рабочего совещания губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный поручил профильному департаменту усилить контроль за состоянием дороги на Ренмарк-Красное. Особо хотел обратить внимание. Не ждите, пока жители мне пожалуются. Как только стало известно, ну метель, у нас погода такая. Слушайте, ну мы живём в условиях Арктики, всё время переметает. Как только началась метель, значит, надо брать эту дорогу под особый контроль. Информация о том, какая техника работает на дороге и фотоотчёт, каждое утро поступает к главе региона. Несмотря на сложности с заболеваемостью среди работников, дорожное предприятие работает круглосуточно, в две смены. Александра Литкова, Владислав Носкин, Алексей Орлов, Телеканал Север.